Друзья, всем привет! Продолжаю знакомить вас с городом на реке Днепр, с одноименным названием Днепр. Поскольку сейчас Новый год, поэтому первоначально покажу вам, как украсили город. Это набережная Днепра. Поставили таких прекрасных пингвинов, громадные пингвины. Дальше я вам покажу. Они где-то метров три высотой. На этом педестале был стеклянный шар. Сейчас здесь посадили мишку с громадным подарком. Тюлень. Вдалеке виднеется остров Монастырский. Здесь такая прекрасная площадка для обзора, поэтому издалека в круговую можно все показать. Приднепров вдалеке. Напротив левый берег. Вдалеке Интерпайп. Идем к этому мишке и заглянем к нему, что он нам дает. Ну, прекрасные, замечательные подарки. Что же еще? Друзья, набережная города Днепра проходит по правому берегу реки Днепр. И мы ее проехали все. 24 километра у нас получилось. Хочу вам это все показать. Сейчас прекрасная площадка для обзора. Я вам показываю ее полностью. Правый берег Днепра начал застраиваться в 1784 году. Екатерина решила, что все-таки лучше будет, так как она писала в своем приказе, лучше для города будет поселиться на правом берегу. И вот в 1784 году город активно начал развиваться на правом берегу. Панорама одного из крупнейших промышленных центров Украины. Вот такая вот красота. Особенно развита здесь черная металлургия, металлообработка, машиностроение и другие отрасли тяжелой промышленности. Вдалеке Днепровская ТЭС, железнодорожный мост и монастырский остров. Монастырский остров в 16 веке. Эта территория принадлежала низовому войску Запорожскому. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok